всем привет это опять московская деревенщина кто наблюдает давно за моим каналом помню тут эти котели их отдали нам ольга и алексей вот там был вверх сломан вверх мы починили вставили вот такую трубочку эти просто они так стоят что тут еще не было здесь ткани эту ткань уже заменил на деревяшки я и вот очередная поломка это сломался тяга что которая держит качели вот мы сейчас будем как-то пробовать менять ее потому что от этих качелей и дети и жена в восторге но надо их починить и вот там болт поставить болтика нету так вот выкрутили болт на чем это все держалось и он будет заменен заменен вот на такие к сожалению не смог найти чуть чуть короче но ничего страшного если что отрежем потом болгаркой лишнее но нужен определенный размер был должен быть примерно вот так вот ну сейчас начнем делать мы посмотрим что получится это тоже он была на грани но еще чуть-чуть и она бы тоже сломалась вот эти ты еще ладно походили бы короче два таких болта не пришлось использовать потому что задние оказались длиннее и получилось что он получилось вот как сюда вот поставили болты которые стояли здесь потому что они через две трубки проходили а вот здесь как раз стоят эти новые сейчас я болгаркой вот так вот срежу эти края чтоб безопасно было ну и всего вот качели заработали вечные качели надо будет сейчас просверлить дырочку вот здесь потому что мне такое ощущение что вода скапливается таких три ноги и вот сюда вот поставить болтик потому что здесь вот нет болтика и скорее всего тоже слабое место вода просто туда затекает это есть только две заглушки одна с той стороны другая с этой стороны но это эти заглушки толком не работают как должны работать ну по факту вечные теперь качели переш точно ломаться нечем а ну вот может быть я вверх поменяю наверное я сюда все-таки сделаю пластик потому что вот эта тряпка блин но она не к черту вообще не к черту пока все по качелям пока все в каком состоянии они были в самом первом видео есть можно было пойти другим путем взять обыкновенные трубки вот концы сплющить просверлить отверстие в размер вот ну и сделать примерно то что было но почему-то я посчитал что на на цепи будет получше вот и кирочки тоже нравится это вообще ее любимое место любишь ты на этих котель поваляться умничка жарко да понятно я просто все спят еще все проснулся от пилю эти края чтоб побезопаснее было и все срежу вот так вот эти болты чтобы за них никто не цеплялся боролся его в хозяйстве нашел вентилятор но он без ноги сейчас надо будет приделать ногу и опору принципе у нас будет вентилятор пойдем искать ногу чтобы использовать ногу для вентилятора я нашел трубу она нержавеющая вбил в нее гайку крутил спинку причем шпилька заканчивается где-то вот здесь наверно вот дальше буду использовать две гайки две шайбы и вот две шайбы от динамика магнит тут вытащил крышка такая от бочки валялась с каждой стороны я поставлю по вот такой вот шайбе еще по одной шайбе с той стороны тоже самое и скручу в общем сейчас будет делать покажу что получилось так прикрутил я шайбы и гайку попалась одна шайба чугунная она лопнула у меня это на все эти не пригодились получилось короче вот так вот а с этой стороны вот так вот когда мы когда я и ставлю допустим на ровную поверхность она конечно подбалтывается но я думаю свою функцию выполнять будет надо было побольше шайбы на ставить не знаю ну вот сейчас прикрутим вентиляторы посмотрим что получилось так получилось хреново ну смысле плохо почему да потому что не держит крышка заваливается соответственно здесь надо что-то побольше какие-то шайбы стоять я будем переделывать в общем вот эта нога она нам не подошла почему потому что она была тут мягкая и плюс ко всему это сама тяжелая тут я случайно нашел штатив от экрана диафильмов ноги раздвигаются но он был длинный мне пришлось эту часть отрезать нужно реально было длиннее от этой трубы пришлось отрезать вот этот кусочек сейчас мы его наколотим вот сюда вот и у нас встанет вентилятор так как нужно сейчас я вам покажу конечный результат итак наколотили нержавеечку я специально сделал больше чтобы но она не очень-то болталась потому что это как бы жиденькая сама по себе а вентилятор он довольно таки тяжелый у нас там чуть не лезет проблемы все теперь мы его чутка подкручиваем чтобы у нас пожестче стоял вот вот так вот это короче теперь выглядит в принципе неплохо центр вентилятора примерно в грудную клетку смотрит нет даже в пупок да в пупок прекрасно вот на этом и остановимся свою функцию выполняет прекрасно не шевелится не трясется и стал компактно компактная стала нога раз сложились эти и убрал куда-нибудь в угол прекрасно мне понравилось ух как дует